Всем привет! С вами Прия. Немножко еще информации по поводу нового дополнения битвы за Азерот. Battle for Azeroth. Итак, поговорим немножко о территориальных вещах, которые будут добавлены. Собственно, 6 зон в двух континентах. На Култиросе, острове Альянса, 3 зоны. И на острове Зандаларов аналогично 3 зоны. Процесс прокачки будет проходить именно в тех локациях, которые соответствуют нашей фракции. Альянс будет прокачиваться на острове Култирос с 110 по 120 в своих 5 подземельях. И Орда будет прокачиваться на своем острове Зандаларов с 110 до 120 аналогично на своих 5 подземельях. В тот момент, когда мы получим 120 уровень, мы сможем продолжать ходить как и в свои подземелья, так и в подземелья противоположной фракции. Далее нас ждет эпическая кампания. Аналогично той кампании, которая была в Легионе для получения третьей реликвии. И что-то подобное ждет нас в новом дополнении. А что самое уникальное? Я даже сейчас уберу рамку свою, чтобы вы прекрасно увидели этот текст. World Quests and Emissaries. Понимаете, что это? Это локальные задания и сундуки эмиссаров, которые также будут на 120 уровне. Нас ждет абсолютно все, что только можно. Нас ждут те же локальные задания, нас ждут те же сундучки эмиссаров, которые мы должны будем выполнять каждый день. То есть, выполняем 4 локалочки и получаем этот сундук. Кому-то это дело нравится. Кто-то занимается этим до сих пор и в Легионе, и будет заниматься этим в новом дополнении. Кому-то это, возможно, наскучит. Но суть в том, что это MMORPG, в которой нужно заниматься своим персонажем, в которой нужно уделять свое время абсолютно каждой ветве развития персонажа. И отказ от локальных заданий, мировых этих заданий, и сундуков эмиссаров, это значит отказ от нормального геймплея. Мое мнение таково. Да, так что таков контент 120 уровня. Будет весело весьма. Также еще будет сценарий весьма интересный с ротируемыми вещами и ротируемыми местностями. Но об этом чуточку позже. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше, не болейте. И берегите ноги. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok